В прошлом году партия реализовала несколько больших проектов, которые имеют конкретную цель. Они работают на стратегические задачи нашего государства. Друзья, мы сейчас находимся с вами на премии «Народный любимец». Мы уже ее провели. Всем лауреатам раздали награды. И сейчас проходит самое интересное – это аукцион. Восемь лет проходит премия «Народные любимцы». Как правило, после премии «Народные любимцы» покупают свои шаржи. И сегодня один из шаржей уже ушел за миллион тенгер. Я обычно, знаете, поднимаю цены для того, чтобы максимально больше собрать денег, потому что аукцион благотворительный. Можно сказать, что именно вы приносите успех своему мужу? Я могу так сказать, что я приношу успех своему мужу. Ну, как бы он сам по себе очень талантливый, харизматичный. Сегодня я получил лучший вайнер года. Приятно, что это народ выбирает, а не кто-либо другой. Приятно, что я теперь буду тусоваться в фейсбуке из-за уважения к этой премии. Потом мне сказали, будет ли дальше миржан жить в фейсбуке после этого. Но я надеюсь, что буду, потому что я понял, что, оказывается, мнение блогеров тоже приветствуется. И она живет и обсуждается. Так что спасибо большое. Просто ты, Нерберген, я скоро буду круче, чем ты. Все, пока. Рядом со мной Бахыт Суздыкова. Посмотрите, Бахыт Суздыкова возвращается. Красивое платье, роскошная укладка. Чем занимаетесь сейчас Бахыт Суздыкова? А почему она возвращается, я не поняла. Она никуда не уходила. Бахыт Суздыкова была в таком творческом отпуске, потому что мне просто стало очень много неинтересно. И я прям намеренно, во-первых, отказывалась от интервью. Был такой период, когда мне хотелось обнулиться и побыть самой собой, потому что у меня было много событий в жизни, которые очень сильно на меня повлияли, и мне нужно было собраться. Скажите, как поменялась Эказинфорум с приходом Аскара Умарова? Ну, я считаю, что можно было бы сделать и победителем Казинфорум в номинации «Прорыв года». Да? Да. То есть вместо Самалы Ислямовой? Прорыв последних трех лет, потому что Казинфорум… Вместо Самалы Ислямовой, говорит, «Прорыв года» нужно было Казинфорум. Нет, нет, нет. Самалы Ислямовой вне конкуренции. Нет, но это немножко другое. Если брать сегмент СМИ, то последние три года, конечно, у нас были очень успешные. То есть пришел Аскар Умаров, и все стало по-другому? Ну, не сразу, не все, но мы над этим работаем. Но многое изменилось, конечно, благодаря и руководству, и нашим усилиям, всему коллективу. Аскар, скажите, вот как вы думаете, почему вы сегодня получили свою награду? Ну, исключаем близкое знакомство с Голымом Байтук, что еще помогло? Нет, нет. Если бы было близкое знакомство с Голымом Байтук, мы бы получили в это время еще в прошлом году. Ну, я думаю, что, в принципе, на сегодня аудитория уже начинает уставать от фейков, от некоторых иных, скажем так, вроса информационных, и все больше начинает склоняться к респектабельной информации. Казинфон в этом отношении, конечно, будучи государственным агентством, придерживается именно линии предоставления респектабельной информации. Опять же... То есть респектабельная – это честная, проверенная информация? Ну, мы стараемся делать так. Для меня было вообще знаменательно, что именно вы мои портреты покупали. Я же вам говорила... Я, кстати, купила два портрета Гаухару Тельбаева, и ровно эти два портрета подарила Гаухару Тельбаеву. А ведь когда-то же я сидела в Инстаграме, просто дома, толстая женщина, и тупо завидовала. Представляете вам? Вот, девочки, не завидуйте мне, просто поступайте, как делает Гаухару Тельбаева. Я скопировала, я просто скопировала, все, ничего более. А вот мне интересно, вот я недавно выпустила онлайн-курс, называется «Метод Динары Саджан». Да, я же его сейчас это... Заявку подала, нет, я подала заявку, да. Обязательно пройдите этот курс, и мне нравится, что когда-то Гаухару Тельбаева мне просто сказала, я изучила ваш метод. Мне стало интересно собой, что это за метод. Все новостные порталы, все ваши интервью, я вплоть до вашей походки, улки, я все изучала, все, абсолютно изучала. Этот процесс у меня где-то год длился, вот, и вообще трансформацию вы сами уже видите. Если показать вам фотографии до и после, конечно, это очень... Друзья, представляете, я живу своей жизнью, ничего не подозреваю, меня целый год изучают, затем начинается процесс, и вот мы видим успешную бизнес-вуку. Ничего нового придумывать не надо, просто можно иногда слямзить, и это получается. Вы знаете, если американцы верят в нас, и они готовы вложить свои деньги во внутренний туризм Казахстана, для нас это просто знак, что нам нужно этим заниматься самим. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Восемь лет Голымбайтук проводит премию «Народный любимец». Голымбайтук, скажите, вот когда восемь лет назад вы проводили первую премию, вы верили, что она будет так долго жить? Нет, вообще мы хотели, первый раз провели ее просто так вот. Как все казахи, провели и забыли. Да, 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 да. Твой лап, мы же выпустили колоду тогда, карт политиков, ну и присовокупили премию, думаю, ну давайте это тоже нарисуем шаржи, оставшиеся раздадим, да. Да, и вдруг что-то пошло, 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 я хочу сказать, что катализировал меня мой друг, там его есть, Ерлан Карин, он говорит, давай, говорит Харикит, давай еще премию проведем, давай еще премию проведем. И мы вот что-то понесли, понесли, и вот... Уже восемь лет прошло. Восемь лет, восемь лет. Я помню, сколько я присутствовала на этих премиях, я помню, сколько у меня шаржей. Сегодня самый дорогой шарж за сколько продали? Миллион рублей. Вы государственный деятель, да? Вы были очень долгое время парламентарием. Вот скажите, что все-таки важнее, народная слава или когда у тебя есть власть? Наверное, все-таки народная слава. Но тяжело ее унести. Почему? Потому что большая груза ответственности, и в то же время как-то тебя эта слава утомляет. Почему? Потому что ты общий признанный человек. В это время нельзя терять голову. Самое главное. А вот как не потерять голову? Дайте совет. Всегда быть трезвым. Всегда быть трезвым. Не пить. Друзья, рядом со мной стоит Галымжан. Он сегодня взял награду лучший военнослужащий года. Поступок Галымжана, я думаю, просто покорил сердца многих казахстанцев, потому что Галымжан спас из огня двух детей. Галымжан, сез сез сезону улкига болды? Сезон койлэкпен келе жатырдыныз, я? Аренья, ол 2017-шылы шилдия айдын 28 гын. Таң сағат 16 шамасында болған жағдай. Алматы қаласындағы көкжек үкшам ауданындағы көпқаватты патерде. Жұмысстан келе жатып, өзім жұмыс орнынан кейін. Біз көлігімнен келе жатып, сол кезде байқалдым. Аренья, ол көпқаватты патер үшінш қаваттан бастап, бесінш қаватты қайдын жаң жатты. Ол жерде енді көптеген адамдар болды, пажар. Абалар қай қабатта болды? Бесінш қаватта болды. Бесінш қаватта. Сіз ол онық баларды қалай құтқардыңыз? Аренья, енді біз өзіміз әскери адам болғандықтан, бізді әскери өмірге тәртіпке бейімділгенінген біріншілен өзімнің башылықтарыма, құрғаныс министерліктегі башылықтарыма, осынышама, жатты ғылар өткізіп, көптеген үш аралардың арқасында деп өзімі сенімді айталамын. Сол үшініқ қанның арқасында шатыр арқылы, сол жам жатқан патерге түсі өме тұра келді. Сол патерге түсіп, екі бірдей баланы бет сүрдетін орамал дейдіғы. Үлкен орамалға бір кішкөрттай беш жасыр бала нүрдәулетті соған байлап, екіншің қолыма сұтап, шатырдың төвесі арқылы қайтадан сүйімет ора келді. Сол арқылы бірінші қойған алдыма қойған мақсатым, қойған ати outdated басит, қойған алдымы, całe бір сұған алдыма қоқтайрыбан келді. З NO кelpу тіші қойған жан жұзызеpi, да вот Қourcing bringлы он爵, Құмын ұмын жұзып, ұнын жұзып қайым қойған. Йetus орынд і Сerveқтіу қайым и қайыма. Ты қаймын, жәйт немесе, жәйт жұзып жайды? Денирахқа мені т間ді, солай біра күрайлді. Вот теперь вы понимаете, да, что мне нелегко все время вот стоять на стыд. Я могу сказать, что прямо ты молодец, и это действительно очень сложно, поэтому респект и уважаю. Как попасть на обложку журнала «Винтаж»? Сколько нужно заплатить? Такая раз, какое небо голубое. Какое Демиане прекрасное. Сколько Демиане нужно для того, чтобы... Сколько Демиане купит себе, хороша, с друзей его, если продаст обложку «Винтажа»? Наверное, я куплю только застежку от Демиане. Нет, она продается, но, конечно же, это во многом зависит от героини обложки. Такая раз, такая зря я это сказала. То есть, если героиня, если героиня, мама шестерых детей, но ни разу в жизни не проработала, она может бесплатно попасть на обложку журнала «Винтажа»? Вы знаете, совсем бесплатно вряд ли, потому что там есть очень много затрат, на самом деле, потому что работает команда людей, и действительно, проект обложки – это достаточно такой затратный. Поэтому, но, конечно, всегда можно поговорить, пообщаться.